Привет! Пару слов перед тем, как начнется сам обзор. Видео получилось очень большое, на 40 минут. Оно разделено на три большие части. В средней части будет обзор полочек от Насти, так что обязательно досмотрите до этого момента. Для удобства навигации по видео я в описании к видео оставлю тайм-коды, по которым вы сможете найти интересующую вас информацию очень быстро. Итак, поехали! Привет! Это прицеп или по-другому караван Avandal MyFly 2003 года выпуска. Это настоящий дом на колесах, который оснащен всеми системами для комфортного проживания трех человек. Прицеп имеет свою тормозную систему. Масса прицепа в снаряженном состоянии 975 кг, полная нагрузка 1200 кг. Габариты его длина 5,6 метров, ширина 2,1 метра, высота 2,3 метра. Вообще в России слово караван ассоциируется совершенно с другими вещами, но никак не с домами на колесах, а все потому, что в России совсем не распространен такой вид перемещения. Для нас, для россиян, кажется, заоблачной мечтой иметь такой дом на колесах. Но на самом деле ситуация абсолютно другая. Данный дом сопоставим по цене с обычным автомобилем. И по статистике 16% россиян в своей семье имеют второй автомобиль. А это означает, что они могли бы иметь у себя такой же дом на колесах. Но ситуация в России понемногу меняется. И уже сейчас по наших дорогах можно встретить такие караваны. Вы могли их увидеть на дороге или узнать о том, что ваш сосед или друг купил такой дом на колесах. Однако в Европе, да и в Америке, передвижение на таких домах – это обычное явление. Существует очень много заводов, которые производят такие дома. Один из них находится в Англии и производит такие дома аж с 1970 года. Правда, в 2008 году заводу пришлось закрыться из-за общего мирового кризиса. Но, тем не менее, на данный момент есть много заводов, которые до сих пор производят эти дома. Теперь поговорим немного о эксплуатации. С каким автомобилем такой прицеп можно эксплуатировать? По Венской конвенции категорию «Б» можно управлять прицепом до 750 кг без каких-либо ограничений. Если же прицеп весит более 750 кг, то вы также можете управлять этим прицепом с легковым автомобилем, но так, чтобы в сумме автопоезд весил не более 3,5 тонн. Также обязательно, чтобы вес снаряженного каравана составлял не более 85% от массы снаряженного автомобиля. Что же касается страховок. Страховка «ОСАГО» на прицепы до 3,5 тонн в России не обязательно. Также за такой дом не нужно платить дорожный налог, так как прицеп не имеет своих лошадиных сил. Но в каждом правиле есть и исключения. Если вы собираетесь отправиться на таком доме на колесах за границу, то на границе вас могут потребовать предъявить карту технического осмотра. Это та карта, которую мы получаем для того, чтобы сделать страховку «ОСАГО» на наш автомобиль. Не забывайте об этом, отправляясь в путешествие за границу на таком доме. Эти дома имеют систему жизнеобеспечения, которая позволяет комфортно проводить время в путешествиях. И сейчас мы остановимся подробно на каждой из этих систем. А для начала я расскажу о всех системах, которые находятся снаружи дома. А начнем мы со сцепного устройства. Это сцепное устройство фирмы «Алка», которое совмещает в себе как само сцепное устройство, прикрепляющееся к обычному фаркопу, так же систему тормозов. Здесь встроен тормозной цилиндр. При торможении происходит его активация. Это усилие передается через тросы на колесные тормозные механизмы. Имеется ручной тормоз, который применяется для стоянки прицепа. Особое внимание хочу обратить на электрическое подключение. В английском варианте таких домов на колесах имеются две вилки. Одна вилка стандартная, черная, которая подключается к нашим розеткам, к которым мы привыкли. А другая вилка имеет белый цвет. Она очень похожа на черную, но имеет немного больший размер, для того, чтобы вы не могли перепутать и вставить его в розетку нашего фаркопа обычного. По этой вилке передаются сигналы на внешнее освещение прицепа. По этой вилке передается постоянное напряжение 12 вольт для питания холодильника во время движения, питание для заряда внутреннего аккумулятора и питание фонаря заднего хода. Подключать же дом на колесах к тягачу я буду через специальную 13-пиновую розетку, которую установлю вместо нашей стандартной 7-пиновой. К этой розетке существуют различные переходники, в том числе переходник на тип для автодомов на колесах из Англии. Если же я хочу подключить обычный прицеп в 13-пиновую розетку, так же существует переходник на 7-пиновую, обычную нашу стандартную розетку. Таким образом я решу подключение обычного прицепа к тягачу и дома на колесах. А теперь перейдем на боковую часть дома. Под полом вот в этом месте расположился бак для чистой воды. Он имеет емкость 40 литров, в нем встроен погружной насос и датчик уровня воды в баке. Бак имеет штуцер для слива воды в зимний период и штуцер для закачки воды. А под этой крышкой расположился вот для подачи воды снаружи. Здесь имеется фланец для подключения непосредственно воды и два контакта, плюс и минус. А вот так вот выглядит внешний погружной насос. Вот это его разъем, который вставляется непосредственно вот в эту розетку. А это сам насос. Насос имеет датчик давления. При достижении определенного давления он выключается. Этот насос погружается в какую-то емкость снаружи, из которой, собственно говоря, дом забирает воду. Рядом же находится еще одна крышка. На ней написано Трума. И эта крышка имеет непосредственное отношение к водяному бойлеру. Ничто иное, как вентиляционная решетка. Здесь забирается воздух для горения от газа водяного бойлера. И также происходит выхлоп. Не забывайте ее снимать при использовании газового бойлера. Иначе он просто не запустится. По четырем углам дома установлены вот такие вот домкраты. Приехав на стоянку, вы их опускаете, и ваш дом будет надежно установлен на земле. Перемещаясь дальше по боковине, мы пропустим эту дверцу. Мы вернемся к ней чуть позже. А перейдем к этой двери. За ней установлена кассета биотуалета. Кассета с собой представляет емкость, в которой заливается жидкость для биотуалета. И непосредственно сюда происходит слив воды из унитаза. Имеется трубка, которая отгибается для удобства слива содержимого из кассеты. Над дверью туалетной кассеты есть лючок. Этот плечок предназначен для заливки воды в сливной бачок унитаза, который расположен внутри дома. Сюда вставляется шланг, наполняется. И все. Если вы вдруг забыли, как пользоваться на двери, со внутренней стороны есть памятка об использовании биотуалета. Итак, чтобы полностью закончить с темой воды в доме на колесах снаружи, мы переместимся вот в это место. Здесь находятся две точки выхода грязной воды из дома на колесах. Одна из них непосредственно из ванной комнаты, другая из кухни. Важно отметить, что путешествуя за границей, вы не можете просто так оставить эти точки открытыми, чтобы вода сливалась отсюда свободно. Существует очень суровое наказание за то, что вы будете сливать грязную воду непосредственно на землю. Есть специальные бачки, которые устанавливаются под эти точки. И находясь в кемпинге или просто в лесу, вся жидкость сливается непосредственно в них. Конечно же, в России, скорее всего, так никто не будет делать. Но выезжая за границу, вас даже не пустят ни в один из кемпингов, если не убедятся, что емкости для слива грязной воды у вас есть. Иначе вам просто придется их взять в прокат. А под этой дверцей с надписью LPG скрывается отсек для хранения газовых баллонов. В этот отсек помещаются два баллона по 12 литров каждый. Имеется лягушка на давление 37 милибар. Но, к сожалению, эта лягушка не подходит под наш стандарт русских баллонов. И необходимо купить лягушку для наших баллонов. На стенке отсека есть памятка, если вдруг вы забыли, какое давление необходимо для работы. И заканчивая обзор этой боковины дома, нужно упомянуть, что сверху расположены выходы вентиляционные отверстия душевой кабины, выхлопная труба системы отопления газовой, а также антенны FM и ТВ диапазона. А в передней части прицепа под этой дверью скрывается небольшой отсек багажный для хранения каких-то небольших вещей. А теперь переместимся на эту часть дома. Здесь тоже также расположены сервисные лючки, о которых я сейчас расскажу подробнее. Под этими двумя крышками установлены розетки. Одна из них розетка 220 вольт, другая же розетка газовая. К этой розетке газовой вы можете подключить такого потребителя, как барбекю. И пользоваться барбекю снаружи дома. Перейдем к следующей крышке. Это крышка для установки аккумулятора. И подключение внешнего питания 220 вольт. Имеется вилка для подключения 220 вольт. Это промышленный стандарт 220 вольт. Имеет три контакта, фазу, землю и ноль. И непосредственно отсек аккумуляторной батареи. Конечно же, в первую очередь, вам приходит мысль, что я сюда установлю обычный аккумулятор от автомобиля, и все будет хорошо. Но это не совсем так. Дело в том, что аккумуляторы автомобильные, они очень боятся глубокого разряда. А на отдыхе, на природе, вы скорее всего не сможете уследить, что ваш аккумулятор уже глубоко разрядился. А несколько циклов такого разряда пагубно повлияют на аккумулятор, и он буквально за один, максимум два сезона выйдет из строя. И вам придется купить аккумулятор новый. И поэтому, чтобы не тратить лишних денег, лучше сразу позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был специально предназначен для установки в таких домах на колесах. Это может быть аккумулятор для работы в системах солнечной энергии. Или же специальные гелевые аккумуляторы, непосредственно, которые не боятся глубокого разряда. Обращаю на это внимание. Идем дальше. И мы обращаем внимание на две таких вентиляционных решетки с надписью «Электролюкс». Вам эта надпись о чем-то говорит? Да, это вентиляционные решетки холодильника. Нижняя решетка предназначена для забора свежего воздуха. Верхняя решетка предназначена для выпуска теплого воздуха, который вырабатывается при работе холодильника. В этой же части решетки расположена выхлопная труба газовой горелки холодильника. Да-да, вы не ослышались именно газовой горелки холодильника. Дело в том, что этот холодильник ассорбционного типа. Это особый холодильник. Мы сейчас о них уже забыли. Но на самом деле все начиналось именно с них. Принцип его простой. Нагревается емкость с амиаком. И за счет свойства мера АК происходит перенос тепла из камеры холодильника наружу. То есть охлаждая внутреннюю часть холодильника. Газовая горелка же холодильника служит источником тепла, который вырабатывается при горении. Эти холодильники работают также от электричества. Причем они работают от сети 220 вольт, так и от бортовой сети 12 вольт. Ему все равно, чем нагревать элемент. Главное, чтобы происходил нагрев определенной части холодильника. А все остальное сделает сам. Также хочу отметить, что эти решетки служат сервисными отверстиями для обслуживания холодильника. Сняв их, вы подберетесь к определенным частям холодильника, которые необходимо обслуживать. Внизу это газовая горелка, сверху это выхлопная труба и трубка подачи газа. Данный прицеп оснащен несколькими системами безопасности. Это встроенная электронная система сигнализации, а также есть вот такая еще скоба сбоку двери входной, которую можно отогнуть, зафиксировать, и будет заблокирована механическая дверь. То есть даже отключив сигнализацию, необходимо будет спиливать эту скобу, что, собственно говоря, затруднит проникновение в дом и, возможно, остановит похитителей. Заканчивая обзор дома снаружи, я хочу передать слово своей жене, которая сделает для вас обзор дома внутри. Ну, заходите домой. Сразу при входе, в принципе, в этом доме все находится сразу при входе. В общем, справа находится кухня, плита газовая на 4 конфорки, гриль и духовка. А здесь ничего. Да как же ничего? Нажми на него. А, точно. А здесь какое-то тайное хранилище для паутины. Это мойка с краном. Шкафчики есть сверху, в которых какие-то подставки для посуды уже есть встроенные. И, кстати, вот тут вот то, что мы распечатали на 3D принтере. Это новые замочки, потому что многие из них сломались. Я думаю, потому что зимой все дергали за них, и они потрескались. Вот. А мы вышли из положения, мы распечатали на 3D принтере новые. Где-то 8 штук. И будем ставить их. Те места, которые ломались, усилили. Теперь все будет хорошо. Здесь ящик для белок-ложек. Помойное ведро. Ну и дополнительные ящики для хранения. Кстати, нам достался мусор от предыдущего владельца на память. Я могу сразу понемногу делиться планами о переделках. Например, плита мне кажется очень огромной для путешествий в таком маленьком доме. В принципе, 4 комфорки я даже дома очень редко использую. Поэтому в идеале я бы хотела поменять столешницу и здесь сделать небольшую газовую встроенную плиту. А сколько комфорок? На 2. На 2 комфорки. И также духовку заменить, может быть, на микроволновку с функцией гриля. Только нужно подобрать соответствующее оборудование, потому что обычные газовые комфорки, скорее всего, не подойдут сюда. Пройдем дальше. Здесь у нас зеркало подсказывает, что тут у нас комната гигиена. Да, кстати, тут такие специальные замочки, которые прячутся внутри. Чтобы открыть, нужно нажать, и дверь открывается. Тут вот такая система с крючками, которые вот так вот защелкиваются. Ну, чтобы в дороге не открылась дверь. Мы ведем репортаж. В общем, это так называемая душевая. В принципе, не каждый здесь поместится, наверное, какой-нибудь большой высокий дяденька и не сможет помыться, но мне вполне достаточно, и Жене тоже хватит места, чтобы помыться. Как обычно, раковина с отдельным смесителем, даже зеркала. Шкафчики не очень удобные, так как в них мелочевку неудобно складывать, скорее, для всяких больших емкостей. А, тут от прошлого хозяина постелен ковролин на душевой поддон. Еще он залит какой-то мастикой, судя по всему, там какая-то трещина, может быть, была. Ну, в общем, суть в том, что я хочу вот это вот снять и сделать деревянную решетку, чтобы не убирать вот этот ковролин каждый раз, когда я хочу помыться, там, сполоснуть ноги. Тут стоит унитаз. Унитаз, он, значит, роворачивается, и можно сидеть вот так вот, лицом к зеркалу, потому что туда не поместиться. Ну, собственно, он для этого и предназначен, чтобы его разворачивать. А тут находятся еще всякие вешалки для полотенцев и еще один шкафчик. Тоже с зеркалом. Тут очень много зеркал. В санузле есть окно, оно открывается, у него есть две москитные, ой, две сетки. Одна москитная, другая москитная. Света непроницаемая. Я бы даже сказал, светоотражающая. Светоотражающая, чтобы летом тоже не нагревалось. И стекло сразу сделано матовое, чтобы не видно было, что вы там вытворяете. Свет тут включается с помощью веревочки. Дернешь за веревочку, и свет включится. Надо мной находится вентилятор с решеткой. Она засалена старой пылью и грязью. Тут есть тоже жалюзи. Не знаю, зачем, чтобы не было холодно, чтобы туда не уходило тепло. Еще тут находится какой-то переключатель, открыть, закрыть. И какие-то кнопки, наверное, мощность туда-сюда. Этот регулятор отвечает за открытие люка и закрытие его. То есть его можно открыть. А, это механическое. Да, вот он там открывается, видишь? Да. А эти две кнопки отвечают за включение вентилятора. Это приток, я чувствую. Ну, приток, значит, это воздух, а это наоборот. Он включается в другую сторону. Вытяжка. Отток, да. А это скорость. А это скорость, да, подсередине. Больше. Нанше. Это когда блинчики жаришь, что ли? Что говоришь? Когда блинчики жаришь, на тройку включаешь. Также, чтобы жарить блинчики, рядом стоит датчик пожаробезопасности. Нет. Это датчик сигнализации. Это датчик сигнализации, который кричит, когда вы ходите по полу, если вы не наш друг. Окна открываются в нескольких положениях. Тут есть режим такой микропроветривания. Ты блокируй это в таком положении, чтобы снаружи нельзя было открыть. Вот. Тут вот есть такая, как это называется, амортизатор, как это называется? Упор. Упор. Который можно в любом положении зафиксировать, и свежий воздух обеспечен. В основном же все путешествует в летнее время. Хочется, чтобы все проветривалось. В общем, вот такие окна. И вот так плотненько закрыли. Кстати, оно двойное. Датчик сигнализации я перепутала вот с этим газовым датчиком, который при утечке начнет сигнализировать. Сразу за туалетом находится гардероб. Он открывается по такой же системе. Здесь находится настоящая штанга для вешалок. Но я думаю, что с вешалками нужно что-то придумать, чтобы в процессе движения они не падали. И здесь находятся полки для одежды. Я тоже думаю их немножко усовершенствовать. Сделать, скорее всего, тут резиночки такие, чтобы одежда не укатывалась сюда. Ну, все. Под ним находится обогреватель. Да, я о нем расскажу чуть позже, подробно. Слева при входе находится вот такой вот бодуар. Значит, тут находятся ящики. Наверное, они будут у нас предназначены для обуви. Дверки мы сняли, потому что я занимаюсь активно подбором цвета. В общем, крашу и перекрашиваю. Никак не могу определиться с цветом. А здесь находится с этой стороны холодильник. Вот он за этой дверью. Находится вот такой вот холодильник. Мы уже его, Женя его снимал, мыл, проверял, все работает. Мне не очень нравится, что он находится за двумя дверьми. То есть, когда готовишь, нужно открыть две двери, потом закрыть две двери. И я подумаю, может быть, снять эту дверь. Это я решу в процессе переделок. В общем, тут еще и щеколда стоит. Доступ в холодильник, в общем, для тех, кто на диете. Здесь находятся розетки. Тут что-то телевизор и стандартная английская розетка, которую нужно переделать на русскую. Тут находятся две, я их называю, хлебницы. В них можно что-нибудь положить. Я их хочу снять, но уже не разрешаю. Потому что они мне очень напоминают советскую хлебницу. А это советский мини-бар. Такое стекло. Тут находится, тут, короче, нарисованная птичка. А тут подставки для четырех бутылочек. Я бы сказал, для стаканчиков. Думаешь, я планировала свои бутылки с вином ставить? И зеркало. Чтобы казалось, что вина много. Не четыре бутылки, а восемь будет сразу. В общем, вот. Приглашаю вас в гостиную. Гостиная совмещена сразу со столовой. И поэтому можно начать сразу с этой тумбы. Которая также является... Будет являться для нас обеденным столом. Который, в свою очередь, я бы тоже очень хотела заменить на деревянный. Тут ящички такие выдвижные. В принципе, удобные. Здесь опять находится хлебница. Вполне-таки вместительные. Но если при желании, вот эта вот верхняя тумба, она снимается полностью. Остается только снизу. Тогда нам не на чем будет обедать. Вот здесь вот в этой тумбе есть такая решетка. Которая выдвигается. И вот эти вот штуки, они кладутся сюда. Первая. И вторая. Но тут есть такая особенность, что вот у этих диванов тут такой бугорок. Поэтому я думаю, что их надо разворачивать к стене тоже. Чтобы было ровно. Более-менее ровно. А еще их можно просто перевернуть. Можно, да. Получается, кровать, в принципе, достаточно шикарная. Сколько? Метра сорок? Вот точно, и даже больше. Больше. Метр шестьдесят, наверное. Вот так вот. У нас дома метр сорок, поэтому для нас это шикарно. Диваны я планирую немножко переделать. Я хочу сшить для них чехлы. Более скучные расцветки. А также перешить занавески. Здесь над диваном находятся ящики. Кажется, что дом маленький, но на самом деле по хранению тут, мне кажется, можно взять с собой половину однокомнатной квартиры. В общем, часы фирменные. Нужно еще две колонки. А тут находится магнитола. Магнитола старая, и тут нету разъема под флешку и под, как это провод называется, аукс. Ну, тут вообще можно только диски слушать. Ну, как же. И радио. Ну, радио, да. Ну, радио. Ой. И еще один шкаф. Шестигранник огромный. Знаешь, что это такое? Для чего? Да. Чтобы... Нет. Колесо менять? Все верно, да. Это секретный ключ. Точнее, секретка. Для секретного болта на колесах. А, в виде цветочка? Ну, она специально делается такая, чтобы была уникальная. Да, под диваном еще находится хранилище, в которое можно попасть сверху, как бы, приподнимая диваны. Либо вот через ящик для быстрого доступа. Тут тоже от предыдущего владельца нам кое-что досталось. Там стульчик и какой-то рюкзак. Светильники в классическом стиле я бы хотела заменить на что-то более квадратное. В общем, если получится, я сделаю сюда такие светильники тоже из натурального дерева, какой-нибудь квадратной формы. Над головой находится люк. Люк, который тоже с сетками и тоже открывается. И можно открыть его в процессе движения, чтобы проветривалось. И смотреть на него, лежа на диване. В полу находится ковролин. Мы его планируем снять, потому что для нашей реальности это нереально. Я думаю, что один раз выйдешь где-нибудь в леску, и потом тут будет гора песка. Поэтому надо его снять и постелить линолеум. Хотя, этот ковролин, он на какой-то мягкой подложке. И ты походишь, такой мягкий шар получается. Кошачьи лапки. Да, напишите в комментариях, если кто знает, как он крепится. Скорее всего, он приклеен. Но был ли у кого-то опыт его снятия? Насколько это сложно? И как это лучше сделать? На двери есть окно. А, тут еще открывается половинка. Да? Да. Опа! И такой вот загончик. Для животных. Ну да. Или можно продавать пирожки. Точно. Вот тут, в принципе, можно отставить дверь открытой. И закрыть вот этой штуковиной. Оп, вот так вот. То есть, большая москитная сетка на всю дверь. Да. С такой мохнаткой. Спасибо, Анастасия, за подробный рассказ об убранстве дома. Но теперь я расскажу о тех вещах, которые непосредственно скрыты от глаз. Начну я с того, что расскажу, что под этой дверцей. Это дверь, где установлено ведро. Но тут есть не только ведро. Здесь в углу находится газовый коллектор всех потребителей газа в доме. Такие как холодильник, газовая плита, отопитель, бойлер и наружная розетка. С другого бока установлен фильтр для очистки воды в раковине. Под этой дверцей расположена панель управления 220 вольт. Дифференциальный автомат на вводе и два автомата, питающие потребители 220 вольт. Ниже расположены кнопки включения отопителя салона и бойлера 220 вольт. И также индикатор напряжения бортовой сети 12 вольт. Под этим диваном, если убрать подушку, расположен блок заряда АКБ и питание 12 вольт дома. Вот этот блок. Этот блок осуществляет автоматическую зарядку внутреннего аккумулятора, а также коммутацию внешнего питания от тягача. И питает все потребители 12 вольт в доме на колесе. Кстати, все освещение дома на колесах работает от сети 12 вольт. То есть все светильники запитаны от аккумулятора внутреннего дома на колесах. За исключением двух вот этих светильников, которые работают от сети 220 вольт. Скорее всего, это связано с резервированием питания. На тот случай, если вдруг питание 12 вольт выйдет из строя, а эти два светильника будут работать. В этом углу под диваном расположен блок предохранителей 12 вольт. Сейчас покажу, как он выглядит. На этом блоке расположены предохранители, защищающие цепи 12 вольт. Главный выключатель сети 12 вольт. И также несколько реле. На самой коробке предохранителей можно прочитать информацию о том, какой предохранитель за что отвечает. Слева от блока предохранителей стоит еще один интересный блок. Это блок сигнализации каравана. Имеет брелок радиоканальный. Ну, всех секретов сигнализации раскрывать я вам, конечно, не стану. И переходим еще к одному агрегату, который расположен здесь же. Это бойлер горячей воды. Он накопительного типа, имеет объем 10 литров. Фирма-производитель Трума. И что самое интересное, этот бойлер может работать также одновременно на двух источниках. И на газу, и на электричестве. Что значительно ускоряет нагрев воды в баке. На стенке под правым диваном расположен блок управления газовым бойлером. И именно газовой частью этого бойлера. Здесь имеется выключатель. И один светодиодик, который говорит о неисправностях. А также есть реостат, которым вы задаете температуру воды в бойлере. Хочу отметить, что если бойлер работает от электричества, регулировать температуру нельзя. Она нагревается строго до 70 градусов. Газовая же часть бойлера позволяет регулировать нагрев воды. Ежели вдруг по каким-то причинам во время работы газового бойлера пропадет пламя, то система автоматически предпримет попытку поджечь ее снова. И если этого не произойдет, то система отключит подачу газа. Тем самым предотвратит утечку газа. Рядом с блоком газового бойлера есть еще один блок, который управляет насосом воды. Сверху этого блока имеется индикатор диодный уровня воды в баке. А также два переключателя. Один переключатель служит для включения-выключения насосов. А другой переключатель управляет режимами внутренний, наружный насос. Или система автоматически выбирает, какой насос должен сейчас работать. А на этой стене установлен блок управления электрическим отопителем. Этот отопитель также фирмы Трума. И блок управления представляет из себя очень простое устройство. Вот в этом месте установлен датчик температуры в помещении. Это датчик, по которому и происходит регулирование температуры от электрического отопителя. Конечно же, в таком доме, помимо электрического отопителя, существует и газовый отопитель. Он расположен вот здесь. Хочу отметить, что отопление в доме может работать одновременно как от газа, так и от электричества. Или по отдельности. Если просуммировать мощность газового и электрического отопителя, то в сумме получается 5 кВт. Что, согласитесь, на такую площадь это очень приличная мощность. Слышите этот звук? Это система автоматического искрообразования, которая расположена в газовой части этого отопителя. Если по каким-то причинам пламя вдруг потухнет, то система припремет поджиг газовой смеси. Если же этого по каким-то причинам не произойдет, то газовый клапан перекроет подачу газа, тем самым предотвратит утечку газа. Поджиг осуществляется очень просто. Вы утапливаете регулятор и поворачиваете. Происходит поджиг газа, ждете 5-10 секунд и можно потом отпустить. После того, как газ загорится, искра отключается. На этой части панели расположен блок управления вентилятором отопителя. Это система, которая распределяет теплый воздух от отопителя по всему салону. Тут можно регулировать скорость вращения вентилятора как вручную, так есть и автоматический режим. Включает скорость вентилятора в зависимости от температуры воздуха. Специально для вас я снял крышку отопителя, чтобы показать, как отопитель выглядит изнутри. Это черная коробочка, это и есть блок поджига. В нем установлена батарейка типа АА. Роль горения газа можно осуществлять через вот это смотровое окошечко. Его видно через решетку отопителя. В этом радиаторе непосредственно происходит горение газа и отдача тепла. За радиатором можно увидеть тены электрического обогревателя. В платяном шкафу над отопителем есть лючок. Если мы его откроем, то увидим вентилятор, который гоняет воздух по салону. Вот этот кожух вентилятора. Вообще при первом запуске системы отопления оказалось, что автоподжиг почему-то не работает. А система управления вентилятором отопителя не управляет вентилятором. Вентилятор работает с одной и той же скоростью. Причиной неработающего автоподжига оказался отгнивший провод, который пришлось просто припаять заново. А вентилятор не работал, потому что кто-то перепутал полярности на блоке управления вентилятором. К сожалению, это дома не новые и тут происходят всякие мелкие косяки. Но, слава богу, никаких крупных аварий в этом доме нет. Остановимся немного на газовой плите. Ничего в ней особенного нет. Четырехкомфорочная плита. Имеется пьезоподжиг. Ну и нужно отметить, что также горелки оснащены системой, которая автоматически перекрывает газ в случае затухания горелок. Ну и остался один элемент, который скрылся от наших глаз. Это холодильник. Сейчас расскажу про него. Холодильник известной фирмы Electrolux. На нем имеется два переключателя. Один выбор режима работы. Второй регулятор. Это температура в камере. И есть еще сигнализация. То есть, эта лампочка загорается тогда, когда газ непосредственно горит в камере сгорания. Ну и пару слов о регуляторе выбора источника питания. Первый – это выключено. Второй – это от сети 220 вольт. Третий источник питания – это от аккумулятора тягача. То есть, не от внутреннего аккумулятора дома, а именно от тягача. То есть, во время движения куда-то вы переключаете на этот режим, и холодильник также продолжает охлаждаться. Ну и последнее положение – это работа от газа. Если сейчас регулятор перевести в положение газа, то также мы услышим, как блок розжига будет подавать искру. Ну и все защитные системы тут также установлены, о которых я уже говорил раньше. Заканчивая обзор этого дома, я хочу поделиться с планами. Следующее видео, которое выйдет, скорее всего, будет посвящено ремонту этого дома и подготовке к его переделке. Так что оставайтесь с нами, не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Все только приветствуется. Всем пока!